Аппозитный двигатель с 3-х цилиндровым. На каждом цилиндрове 2 свечи в воду. Вот 2 свечи в воду и 2 свечи внизу. И тут же так же. Это у нас распределительная катушка на зажигание идет. Вот они, 4 контактора на каждый из проводников. Вот наши проводники идут, вот они расходятся. Двигатель охлаждается жидкостью. Бачок в воду с охлаждающей жидкостью. Вот этот расходный бачок. Расширительный или как он называется? Расширительный. Бореж через полк идет в каждый цилиндр. Стоит 2 радиатора. Первый радиатор. Смотрите, через полк идет что? Вот эта охлаждающая жидкость вот сюда идет? Да, идет в головке. Он как в машине охлаждает. И тут же у нас стоит 2 радиатора. Верхний радиатор это у нас радиатор охлаждающей жидкости. Через термостат идет. Температура поднялась, охлаждающая жидкость. Он открылся и пошел по радиатору. Дальше идет масляная система. Маслосистема находится. Бак в емкости 3 литра. Вот он у нас стоит. От него идет насос. Насос внутри стоит. Вот здесь. Датчик температуры масла водом стоит. Вот этот датчик. С этой стороны черный фильтр. Как на машине стоит большой водом. Вот этот фильтр. Вот датчик давления масла за фильтром стоит. Внизу стоит масляная вода. Вот. Вот. По маслу все по бендо системе. Вот у нас стоит насос с бендо системы. Идет в ресивер. А из ресивера уже идут в карбюраторе. У нас два карбюратора. Игольчатого типа. Обогатитель у нас вот стоит. Вот он. Это у нас рот управляется. Болт настройки рота по оборотам водом стоит. Вот один. И такой же с той стороны. Ну это от патутки подавания ТВС. Хлопанные крышки. Это у нас выход топлива. Ух. Выхлопных газов. Стоят четыре термопара. Вот они. Они зараза тут часто обламываются. И потом же это же бывает что. Не показывайте. Угу. Как бы у нас что еще поднимать. Вот сюда устанавливается. Если будет винт изменяемый шагом. Вот в эти. Устанавливается регулятор постоянных оборотов. Потому что винт можно поставить. Как вот на Антоне. Изменяемый шаг. Дополнительный рычаг появляется. И он изменяет шаг. Вот сюда. Вот на этих вот болтах. Укрепление. Сюда ставится дополнительный генератор. Угу. Вон что. Временчатого типа передачи. Ну и так по-моему. Что еще? Вопрос какие-то. А как его. Когда обслуживание. Скажем так. Когда его обслуживаешь. Там перед запуском. Я его. Предполетная подготовка. Есть такое. В моей предполетной подготовке. Вот заключается. Проверка. Как крепятся проводники. Чтобы они будут. На свечах, да? На свечах. Угу. Проверка. Проверка их всех. Они стоят вот на выхлопной трубе. Проверка идет также вот этих вот пружинок. Потому что вот в этом месте появляется износ прокладки. Или истирание самой пружинки. Так же распространенный дефект. Вот. На этом двигателе. Что у нас не контрится. Бауден. И может заскакивать вот так вот. Просто идет. Проверка. Рисовой проводки. Натяжение ее. Потом идет проверка охлаждающей жидкости воды. Нижняя риска минимум. Верхняя максимум. Проверка тормозных бачков. Тут два. Одно на одно кольцо. Второе на второе кольцо. Вот они. Проверка масла. Проверка масла осуществляется проворачиванием двигателя. До характерного звука. Вот пошло. Потом поднимается и смотрится. Максимум. Минимум. Допускается мы заправляем где-то посередине. Для того, чтобы расширение масла. Емкость бака 3 литра. Расход. Ну. 100. 150 грамм масла в час. Угу. Масло не минеральное. Масло синтетическое. Б3В. Угу. Частые дефекты подтекания масла из подголовок. Прокладки. Ужиганом. Также может быть вот здесь вот этот оттатевание. Именно от охлаждающей жидкости проверка наша идет. Проверка всех труб. Труб особенно. Трубы бензосистемы. Все. И так же есть постоянный дефект еще бывает на этом типе двигателя. И на эту машину. Обрыв. Вот здесь вот движение. Угу. Вот оно обрыв. Слушайте, да? Да, обрыв. Слушайте, да? Да, обрыв. Угу. По двигателям вся там подошла. Ну, основной. Угу. Угу. Тут, в принципе, двигатель стартер. Угу. 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 Странтер. А здесь, получается, без дополнительного генератора, да? Да-да. А где здесь генератор? Покажи. Он внутри стоит Это стартер, да? Это генератор А, нет, вон генератор И вот щетки устанавливаются И вот сам генератор Внутри двигателя как-то стоит По такому тут Как карбюраторы регулируются? Вот Вот здесь и внутри через нити Но это на трудоемких работах А как обслуживаются? Он, допустим, там 25 часов Там 50 часов Регламентные работы, листы И уже люди с допусками Там листы такой И четко написано, какое действие Куда делается, что проверяется Как проверяется Угу По обслуживанию легко, да? Ну, обслуживание легкое Угу Он еще новый Угу Ну, я общался тем, которые старые Они цилиндры менялись Ну, это связи с тем, что Чтобы обслуживать этот двигатель По регламенту импульсия Надо получить допуск У компании Rotex У них свой Не то бежит на весь самолет А именно вот на двигатель Угу И эти Rotex стоят Вон машина стоит Такой же Rotex стоит Угу Кстати, могу показать, что такое Химические машины Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!